Би-Кью представляет серию смартфонов Би-Кью Мэджик. Новейший восьмиядерный процессор, мощная батарея, яркий безрамочный экран, бесконтактные платежи. Би-Кью Мэджик. Создан, чтобы впечатлять. От 5 990. Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Наверное, вы знаете, что такое электросамокат. Это самокат с батареей, который двигается сам, вам не нужно отталкиваться ногой, как старые самокаты. Это, ну, типа такой транспорт для больших городов, чтобы переезжать и не тратить свои силы, ногами ничего не дрыгать. Просто на него встал, газа прибавил и поехал на электричестве. Потом батарея у вас садится, вы самокат заряжаете батарею и снова можете ехать. Типа такой электротранспорт, очень часто распространен в больших городах, в Москве. В некоторых городах даже есть прокат самокатов, там есть компания Xiaomi, такая крупная, да, крупный игрок в этом рынке. Но сегодня у нас электросамокат от компании Kugoo. Kugoo и модель эта называется M4 Pro. M4 Pro 17 Ач, и этот самокат стоит 31 500 рублей на Алиэкспрессе. Я ссылку оставлю. То есть это одна из самых таких дорогих моделей, одна из самых навороченных моделей. Вообще есть разные самокаты, примерно начиная от 15 000 рублей. От чего зависит цена? От дальности хода, от скорости, от аккумулятора, да, от размера колес. То есть это, наверное, один из таких самых флагманских самокатов. И вот сегодня он ко мне приехал, доставили с Алиэкспресса. Доставка была из России, примерно 10 дней. Транспортная компания «Энергия» сегодня доставила. И давайте открывать, смотреть, что у нас здесь есть. Сейчас мы его будем собирать, естественно. Здесь вот у нас первым идет сидушка. Кстати, это самокат с сидушкой. То есть вы можете сесть и как на мотоцикле прям. А многие самокаты без сидушки. То есть на нем надо ехать только стоя. Так, ну и все. Здесь вот есть Toolkit. Это, как я понимаю, инструменты специально для сборки. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Какие-то ключи, да. Ну да, вот. Вот они все инструменты, банально, примитивно. Вот такие вот шестигранники, да. Так, седло. Ну и давайте сейчас я попробую. Пенопласт. Дофига. Вот, собственно говоря, сам самокат, он тяжелый. Ребята, весит он примерно, я смотрел в интернете, 25, что ли, килограмм самокат. Самокат. То есть это такой мощный. Все, в пакетиках. Так, ну сейчас давайте мы его достанем и я продолжу это видео. Итак, друзья, ну вот и все. Смотрите, какой самокат. Собрали огромный самокат. Просто как реально, как какой-то маленький мопед. Посмотрите, сидушка очень удобная, мягенькая такая, прям вообще комфортная. Есть подножка. Вот она подножка, чтобы самокат просто взять, так вот поставить и не держать его. И пойти куда-то. Есть заднее крыло, чтобы грязь, наверное, не разбрызгивалась. Также здесь есть регулировка по высоте этой сидушки. Если вы повыше, вы ее повыше поднимаете. Большая площадка для ног. Обратите внимание, я сюда могу поставить две ноги. Вот так вот, как на мопеде. Как Томми Верцетти в GTA Vice City на мотороллере. Вот так вот ездил. Вот такой вот позе. Также, что здесь еще имеется? Здесь имеется вот такая вот штука. Это какой-то, ну, подсветка, чтобы, наверное, у вас здесь есть специальная кнопка на руле. Вот она, красненькая. Подсветка, наверное, для ночи, чтобы у вас лучше было видно водителям. А водителям загорается подсветка. Здесь вот такая LED-лампа. Красная, синяя и зеленая. С одной стороны и с второй стороны то же самое. Вот они, две. С двух сторон. И когда вы едете, получается, у вас это свет. И также еще, смотрите, здесь есть передняя фара. Вот она. Она регулируется тоже. Ее можно там повыше поднять, пониже поднять, чтобы осветить вам дорогу. То есть вот, посмотрите, какой пучок света, да. Вот сейчас я свет выключу. Раз. Вот включается свет. То есть это, чтобы освещать вам дорогу вечером. Также что здесь есть? Тормоза, как на велике. Смотрите, вот они. Передние, задние, да. Две ручки. Дальше. Что здесь еще есть? Горит еще этот стоп. Ну, как тормоза, да. Здесь задняя фара на крылье. Горит. А еще, смотрите, когда я нажимаю тормоз, загорается вот здесь специальная индикация какая-то. Видите? Отпускаю. Еще раз нажимаю. Короче, реально как автомобиль. Ребята, есть даже поворотники, как на настоящей машине. Смотрите, вот. Вот это, это получается раз. Если вам нужно повернуть направо, вы едете по дороге, вы нажимаете вот сюда, вот так, бац, вправо переводите. И у вас загорается правый поворотник. И он пищит. Соответственно, левый поворот наоборот сюда тоже пищит и показывает. Есть также гудок. Если, например, какой-нибудь пешеход идет перед вами, вы ему так вот, видите, зеленая кнопочка, гудок. Нажимаю на нее. И он противно пищит, так, чтобы все слышали. Бортовой компьютер. Бортовой компьютер, на котором указана скорость. Указано, сколько сейчас заряда. Что еще здесь пишут? Гир 3, 4, 1. Это, как я понимаю, скорость. Дальше время, наверное, заряда. Это одометр километров. А, это сколько пробег, наверное. Это общий пробег этого самоката. То есть, нифига себе, пробег еще можно считать. Скручен, не скручен. Дальше, что еще? Трип. Это сколько я проехал за сегодня, можно засечь. Это вольтаж аккумулятора. Эй, это непонятно, что такое. Пока еще не разобрался. Итак, как давать газу? Не как на мотоцикле, с помощью вот этой штучки, да? А с помощью вот этой вот штучки. Я сейчас нажимать не буду, а то он еще стартанет, да? Сейчас он у меня стоит на зарядке. Батарея сама находится внизу. То есть, смотрите. Батарея находится вот здесь. Вот она. Вот здесь. И она заряжается. Сейчас у меня зарядка. Вот, я поставил его на зарядку. Потому что он приехал разряженный. Вот идет кабель. Зарядный блок. Зарядный блок с вентилятором. То есть, он охлаждается. Сейчас вентилятор работает. Зарядный блок мощный. Получается около 100 ватт 54,6 вольт 2 ампера Около 100 ватт Достаточно мощный такой блок зарядный И вот как он подключается к самокату Здесь такой кругленький выход Кругленький выход Вот он Так вот он подключается Передние тормоза дисковые Есть амортизатор на переднем вот этом колесе И также еще сзади Тоже дисковые тормоза И круто Ну ладно, сейчас он немножко подзарядится Наверное попробую хотя бы тронуться на нем На квартире Вот это я не понимаю, для чего вот этот крюк А, это чтобы вот этот опускать получается Да, он же складывается этот самокат А вот как он выглядит спереди Этот самокатик Kugoo M4 Pro 31 тысяча Реально как уже стоимость такого Недорогого Этого Мопеда, скутера Ребят, ну вот мы маленько подзарядили уже аккумулятор Сейчас я думаю, мне хватит проехаться вот по прямой Да, главное не врезаться в стену Ну, у меня есть тормоза Здесь три передачи Кстати, вот смотрите, давайте я вам покажу На бортовом компьютере написано Один, это первая передача Обратите внимание, я нажимаю газ Сейчас с какой скоростью будет крутиться колесо Вот, смотрите, нажимаю газ на максимум Крутится колесо И 12 километров в час первая передача показывает Теперь я переключаюсь Вот, видите, стало два Вот переключение Нажимаю газ Уже 28-27 километров в час И самая третья передача Самая максимальная Третья 42 херачит 42 километра в час То есть это достаточно такая высокая скорость Но я сейчас, естественно, дома Проедусь на первой Включаю первую Сажусь Мам, уходи И нажимаю газ Ой, бля Ёма Катяра испугался Я сам испугался Вы чё? Я сейчас поеду обратно к вам Главное в дверной проём вписаться Слушайте, ништяков Ну, ещё разок Давайте сейчас ещё разок Goodbye, my friends Уличик, бойся Ну-ка, а если... Давайте не сидя, сейчас попробую Сейчас попробую не сидя, а стоя Попробую стоя О! Так, ребят, здесь ещё, как у настоящего автомобиля Есть даже сигнализация Вот здесь два брелка, как автомобильные И этот самокат можно поставить на сигналку Смотрите, сейчас он у меня включен Я его, например, собираюсь куда-то выйти Я его беру, отключаю Зажимаю кнопку Off Всё, у меня загорелось Я беру, ставлю подножку Ставлю на сигналку Вот эту вот кнопочку закрыть Бац Всё, звуковой сигнал прошёл И я пошёл дальше Если кто-то вдруг хочет его открыть Хочет на нём поехать Человек подходит И сигналка заиграла То есть он только садится Отключить Нажимаете кнопку Разблокировать И всё Поставил Пытаюсь завести И вот снимаю То есть это реальная сигнализация Как на автомобиле Ребята, я, конечно, жду Чтобы у нас побыстрее растаял снег Прошла вот эта вся слякость Потому что хочется на нём прокатиться по городу Сейчас я могу кататься только по квартире Могу кататься только по квартире Ну, буду кататься, конечно, по городу Как только потеплеет 31 тысяча, реально Самокат топовый Сейчас буду кататься по квартире Тренироваться О, главное не врезаться никуда Ну, а так вообще тема Вообще И это мягкое, амортизирует И передние колёса Передние колеса включаются тоже с амортизатором Вот, пружины, да Пытаюсь показать сейчас Если какую-то яму въехать Эти пружины будут компенсировать Вот это вот То есть это такой внедорожник По меркам самоката Такой внедорожный самокат На нём можно где-нибудь По плохой дороге И по хорошей дороге тоже Прикольно Ну, естественно, интересно ещё испытать Третью скорость Опа И интересно испытать дальность По заявлениям производителя Дальность на нём около 40 километров То есть вы можете на нём 40 километров Проехать от одного заряда Это довольно-таки много по городским меркам Всё, всем чао Ссылку оставлю в описании Всем пока Ну и последний раз Давайте покажу, как крутится колесо На третьей передаче Максимальный газ Смотрим Всем пока Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!